Более 1 миллиона 130 тысяч избирателей смогут принять участие в выборах на территории Владимирской области 9 сентября. Как сообщил глава регионального избиркома Вадим Минаев, для голосования создано 1011 избирательных комиссий. В том числе наша областная, 23 территориальных, 2 окружных и 985 участковых избирательных комиссий. 982 это основные комиссии и 3 комиссии, которые мы создавали в местах временного пребывания избирателей. Две комиссии у нас традиционные, одна создается в областной клинической больнице, вторая в городской клинической больнице города Коврово. И в этот раз по просьбе администрации мы создаем избирательный участок в месте временного пребывания избирателей. И также больница, это красный путь, который располагается под резкостью. За ходом выборов можно будет наблюдать не только в местах голосования, но и дома у компьютера. 310 избирательных участков оборудуют стационарным видеонаблюдением с возможностью онлайн-трансляции. Во Владимире такую аппаратуру установят на 74 участках. На остальных видеонаблюдение тоже будет, но без выхода в интернет. 44 участка в Александровском районе, одномандатный избирательный округ номер один, будут оборудованы новыми для региона техническими средствами. Комплексами для обработки бюллетеней. В 2010-2011 году мы Каибами пользовались, но те, кто помнит старые Каибы, имеют возможность сравнить новый Каиб. Главное его достоинство – это уже промышленное производство. По итогам президентских выборов, серьезных нареканий или какого-то недоверия к данной технике нигде в тех территориях, где она использовалась, не зафиксировано. Это машина. Она считает то, что в нее вносят. Соответственно, задача наблюдателей будет заключаться в том, чтобы был организован контроль, что процесс голосования идет без нарушения. Аппарат распознает печать избирательного участка. Бюллетени с других участков будут считаться недействительными. Не примет одновременно два бюллетеня. Печать неустановленной формы. Бюллетень неустановленной формы. Попробуем, скажем, два бюллетеня тоже, да, запихать. Смотрите, он просто их не принимает. А также признает недействительными бюллетени с отметками напротив двух кандидатов. Можно две галочки. То есть, ну, он просто скажет, что бюллетень недействительный. Вот две галочки мы поставили. Он его также примет, потому что, как бы, это воля избирателя, да, поставить две-три галочки. Почать номер 377. Позиция номер один. Два. Недействительный бюллетень. Как и на выборах президента, 9 сентября будет использоваться технология мобильного избирателя. Каждый житель региона вправе поменять свой избирательный участок. Но, опять-таки, тоже есть звонки, люди высказывают недовольство, что при голосовании по одномандатному избирательному округу человек, который, условно говоря, живет во Владимире, уезжает в Александров, он проголосовать не сможет. Он сможет проголосовать за кандидата на должность губернатора, он сможет проголосовать по единому избирательному округу на выборах депутата законодательного собрания Владимирской области, но по одномандатному избирательному округу, пока эта технология голосовать возможности не представляет. Досрочное голосование в 33-м регионе будет возможно только на выборах в органы местного самоуправления. Татьяна Гордеева, Стас Трегубов, Губерния, 33.